Доброе утро! Здравствуйте, дорогие слушатели! Начинается утро на Болткоме. Олег Веков в студии. Сегодня у нас 20 января. Сегодня среда, серединочка недели. Всегда говорят, среда, маленькая пятница. И начинаем мы наше утро на Болткоме. И сегодня мы поговорим об очень важных вещах, действительно важных для нашего государства. Вы можете тоже присоединяться. Телефоны прямого эфира. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. А говорим мы с бывшим уже главой Кусконтроля Латвии Элита Крумени у нас на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, госпожа Крумени. Здравствуйте. Но я немножко уточню информацию. Я надеюсь, что я еще свою должность буду выполнять в неделю, пока новый госконтролер не сдаст свой уже зарост в СЭМе. Так что я еще работаю. Остаетесь. Тогда вот мы будем продолжать наговорить. Да, глава госконтроля. Но уходящая глава. Я помню, что, как вы говорили, 8 лет назад вам приходилось практически сдавать экзамены экспертом, для того, чтобы быть утвержденной на такой важный пост. И я так понимаю, что прозвучал такой упрек, что сменяющий вас на посту Роланд Эрклес, в принципе, был утвержден скорее-то такое политическое решение, политическими партиями. И здесь вот не было высказано каких-то авторитетных, экспертных мнений. Вот есть ли здесь какая-то опасность в том, что сменяющий вас человек назначен политическими какими-то силами? Да, весь этот процесс был такой, ну скажем так, интересной, в скобочках, да. Потому что я выдвинула те критерии, которые важны для выбора госконтролера. И это не только мои такие мнения. Это уже в международном обществе при выборе госконтролеров очень важны. Это профессионализм и это независимость. И когда весь этот процесс начался, я могу сказать, что это был такой очень успешный процесс, где именно тому вопросу, какой есть профессиональный этот уже уровень, ну там было очень мало внимания от политической партии. Да, были презентации в фракциях, но скажем так, ну фракция, там же не работают профессиональные аудиторы, и, ну, им можно, может быть, рассказывать вещи, которые, ну, совсем не так, как они на действительности есть. И это было плохо, потому что, ну, я когда говорила о том процессе, который был 8 лет назад, когда я тоже вступала уже на эту работу, да, моя, может, так, соперница была уже тоже профессиональный аудитор, мы выступали на очень разные медиа и собрания, мы, у нас были такие спорные, там, беседы, соревнования на профессиональные аудитные вопросы, как там развивать государственный контроль. И все общество тоже могло видеть, как это есть, да, какие наши мнения, как сильны мы в этом профессиональном плане. Сейчас же этого совсем не было. Ну, что еще было интересно, что говорилось, и политики говорили, что государственный контроль очень сильная организация, и все там в порядке, да, а тогда что надо менять? Ну, ответ на этот вопрос я от политиков ничего не изучал, кроме того, что надо какого-то человека со стороны. Почему надо? Это тоже ответа не было. Но вот как вы считаете, то, что, может ли госконтролер действительно иметь друзей политиков, состоять, ну, я понимаю, что состоять в политической партии он не может, но если он до этого был в политической партии, это все, вот, какую роль может сыграть, в принципе, вот негативную на его посту? Ну, по моему мнению, это очень большой риск, потому что государственный контролер, но это человек, который руководит институцией, который проверяет все министерства, самоправлений, и, конечно, они все под руководством каких-то политических партий, да, и я скажу честно, для меня это всегда было очень важно, чтобы я даже, ну, не делала какие-то дружественные, я не знаю, там, посещения каких-то таких мероприятий, чтобы не связывалось даже таких эмоциональных связей, потому что, я думаю, мы все человечески понимаем, мы когда приходим, там говорим каким-то приятным человеком, который оказывается руководителем какой-то институции, там же, ну, сразу какая все-таки связь идет. И, конечно, для господина Ирклиса это будет очень большое такое задание, да, чтобы он мог доказать, что все эти очень широкие связи, которые были политикой, потому что, если мы смотрим на те его политические, ну, если можно сказать, братья партии, они же сейчас есть и политические партии, которые сейчас руководят государством, они и в других учреждениях, так что, ну, он же, ну, как можно сказать, ему придется очень отрезать, если он хочет быть хорошим госконтролем, все эти связи, это, ну, очень важно. Но все равно ведь все мы люди, вот, может ли у госконтролера быть, ну, какие-то друзья, вот, ну, мы помним всегда фразу «Платон не друг, но истина дороже», вот философ, который, Аристотель, который всегда мог разграничить, да, вот, друзья, но есть. Ну, конечно, в госконтроле тоже он человек, у него есть и семья, и друзья, и так далее. Но я очень старалась, чтобы, ну, ну, моё число друзей, ну, оно не было так широко, и никаким образом не было связано, ну, с моей работой. Я очень в это время ограничивала такой свой, ну, круг общения, чтобы это никак не мешало в моей работе. Вот вчера, я понимаю, была встреча с господином президентом, Эгилом Левицем, который очень высоко оценил вашу деятельность, но вот меня немножко, ну, как бы насторожила, не знаю, смутила фраза по поводу того, что нужно переводить больше внимания на консультационную, извертство «консультэшн» с функцией. Вот как вы считаете, функция всё-таки госконтроля, она должна быть консультирующей или всё-таки надзирающей? Ну, я думаю, что в первую очередь госконтроля. Сторожевой пёс должен быть, ну, этот watchdog, да, это как… Сторожевой пёс, да. Ну да, вот сторожевой пёс – это первая функция, потому что, ну, я думаю, что мы все знаем, что в Латвии очень много ещё нарушений, очень много, ну, таких плохих вещей, и если не будет такой сторожевой собакой, которая, ну, следит за этим, ну, будет хуже. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что у нас есть тоже руководители, которые, может быть, ну, они не так плохо ориентированы, но не хватает знаний или так далее. Но эту консультативную сторону мы тоже развивали. Мы очень много ресурсов делали для обучения, для разных таких вспомогательных материалов, для руководителей. Но, скажем так, да, это должно делаться, но делаться так, чтобы всё-таки оставить эту основную роль аудитора, что он тот, который даёт информацию обществу, который передаёт дела прокуратуре, когда это нужно. Ну, я думаю, что для многих, которые, ну, может быть, кому-то это и не нравилось, что государственный контроль, ну, есть немножко такое, ну, пубулы, да, что всегда говорится, да, ну, может быть, я не могу что-то делать, но придёт этот государственный контроль, да, и всё это расскажет и покажет, и если надо будет отправить, и отправит этот материал. А вот как, у меня всегда был вопрос, ведь совершенно разные ведомства, разные абсолютно, которые решают разные задачи, вот насколько, должен ли быть госконтролёр разбираться во всём, и каким это образом он может проверить аудит, провести аудит в разных совершенно отраслях, может ли он быть специалистом во всех отраслях? Ну, те аудитеры, которые уже проверяют, да, у нас это сделано так, что если у нас требуются какие-то специфические знания, например, ну, не знаю, здравоохранение или последняя ревизия там правовых органов, мы приглашаем специалистов, экспертов, да, чтобы они уже помогали, ну, в этих вопросах. Например, последняя ревизия, которая касалась проверки прокуратуры и так далее, мы работали боксомоками, специалистами от ОСИД, которые бывшие прокуроры и так далее. Это такая обычная практика и в опытной такой международной сфере, что так это и делается. Что касается государственного контролёра, здесь есть такая большая специфика отличия от других институций. У государственного контролёра нет ни заместителей, нет такой исполнительной институции, которая вот занимается уже какими-то административными делами. Государственный контролёр — это всё, это тот, который руководит институцией государственным контролем и отвечает за всю административную работу, ну, это касается, ну, я не знаю, и человеками, которые там работают, и другими. И тот, кто должен быть и в курсе методики, потому что он руководит методической комиссией, которая разрабатывает всю эту методику, он тот, кто говорит про всех ревизионных докладов. Так что да, ну, это такая очень, ну, я скажу, обширная, обширная, ну, такая должность, где он должен быть во многих таких сферах. Есть ли у вас помощники, команда, с которой вы работаете, и получается, как эта команда остаётся или уходит вместе с вами, и приходит новый госконтролёр со своей командой? Ну, то, что касается членов Совета, то уходят два члена Совета, поскольку у них тоже кончается тот мандат, который им дан, и один из членов Совета уходит в феврале, другой – мае. Так что здесь тоже такой большой вызов будет, чтобы найти тех, которые будут работать. Ну, я скажу, что вообще это будет такая большая задача для нового контролёра, потому что, ну, у нас есть очень большие, ну, такие хорошие специалисты, большим, ну, тоже опытом международным и так далее. И если они уйдут, ну, это будет очень плохо. Очень-очень. Потому что аудит – это, ну, может быть, это кажется так, что пришёл, там, институции, там, посмотрел, полистал, что-то написал. Аудит – очень регламентированная профессия. Там всё, ну, все стандарты, все подходы, все методы – это мануалы, мануалы, которые ты должен знать. И это не можно сделать в один день. Там должны учиться. И тоже то, что мы представили таких больших уже международных организаций, которые в мире эти стандарты устанавливают. И если эти люди, например, уйдут, ну, это будет очень плохо. Но, тем не менее, вот итоги ревизии, когда она прошла, аудит заканчивается. Что происходит дальше? Контролируете ли вы, вот, если вы считаете, что были нарушения, чтобы были приняты меры, или это уже не ваша сфера? Мы следим, и я могу разделить ответ на две такие стороны. Одна часть – это наши рекомендации, которые мы даем, чтобы ответственная институция сделала, ну, чтобы это не повторилось. И мы там делаем так, что у нас есть такая информационная база, где мы следим, выполнили, не выполнили, тоже информируем и всем, ставим свою домашнюю страницу, чтобы всем было ясно, что не сделано, не сделано. Вторая часть – это вопрос о ответственности, которая очень часто задается государственному контролю. Что же после этого? И я скажу так, что когда я начала работать с государственным контролером, это была такая очень большая задача, которую я поставила, чтобы эту ответственность, ну, так сделать, чтобы она более и более осуществлялась. Это была большая проблема, потому что мы знаем, что в целом в государстве эти финансовые и экономические нарушения очень плохо расследуются и нет результатов. Именно потому и мы делали ревизии сейчас, чтобы понимать, почему у нас в государстве могут осудить за булку, украденную очень просто и быстро и так далее, а когда уже идут украденные миллионы, там как-то там или идет годами, или вообще нет этот результат. То, что мы сделали, мы сделали, что у нас в государственном контроле есть отдельный отдел, который состоит от бывших работников прокуратуры, и мы боролись, мы боролись за каждое то сообщение, которое мы отселяли прокуратурой, чтобы это было расследование, мы переоспаривали и так далее. И то, что я могу так позитивно сказать, что после нашей такой большой борьбы, которую мы осуществляли, посмотрим, если вы помните, например, была эта закупка этих машин, быстрого медицинских машин, да, а теперь этот вопрос уже находится в суде, это добились. Если посмотрим, что был тоже вопрос насчет Рига с Бривостом, там тоже было вопрос о миллионах, тоже есть уже приговоры, еще что-то находится в судах, так что это продвижение нашей институции, мы сделали, что это продвижается. Мы тоже подали поправки в законе, чтобы обязательно после наших ревизий уже сама институция должна отчитаться нам, как она расследовала те нарушения, которые не криминальные, которые не идут в прокуратуре, но все равно они нарушения, они нанесли ущерб. И если мы смотрим на эту тоже сторону, то очень возросли те уже наказания, которые есть увольнение от работы, там, беззаимы с райами, если другие, но это была такая очень большая работа, которую мы сделали именно в этом направлении. И то, что я уже упомянула, эту ревизию, которую мы сейчас закончили, но это уже мы рассмотрели, почему у нас в стране в общем не работает эта система, как работает полиция, как работает прокуратура, и что потом происходит уже в суде, и где есть те проблемы, почему действительно большие нарушения в финансовом, экономическом атмосфере, но не получают те люди ту ответственность, которую они должны получить. У нас установлен детально такой подход, как мы это делаем. И вся работа начинается уже с аудиторов, которые работают в какой-то сфере. Они в течение года собирают всю информацию насчет, что происходит в этой сфере. Они анализируют и финансовые документы, они смотрят и письма жителей, они смотрят и разные информационные такие базы, и потом эта информация собирается, и уже делается предложение для рассмотрения уже на такой уровне руководства. И потом уже наше правление, нашего государственного контроля собирается, и все эти такие предложения рассматривает и принимает решения. Но это я еще раз хочу сказать, что это не так, что, например, государственный контроль, контролер придумал один день, «От, я хочу это». Нет, это все происходит в коллегиальном подходе, основываясь на той информации, которая есть, и финансовая, и разная информация по всем вопросам, и потом это обобщается, и делается конкретное предложение, где именно государственного контроля пойдет. Потому что те институции, которые мы можем проверять, это примерно одна тысяча. Аудиторов у нас примерно где-то 120. И понятно, что мы должны очень концентрироваться на самые важные такие направления. Ну и понятно, что если там, не знаю, информация о том, что собираются проверять, уходит, не будет этого эффекта неожиданности. Вот как это сохран... Ну вот, как обеспечивается сохранение, не знаю, вот какого-то тайны вашей деятельности? Ну, скажем так, аудитор немножко отличается от правовых органов. Да, аудитор, ну, по всем стандартам должен сообщать, что он будет аудитировать, он должен и встречаться с руководством, и рассказывать о подходе аудита, и информировать. Ну, правовые органы работают по-другому, делается внезапно и так далее. Но то, что я могу сказать, да, институции знают, но посмотрим с другой стороны. Они знают, но все равно, ну, есть дела, которые мы находим и очень серьезные дела. А с другой еще стороны, если они знают и будет работать хорошо, но это тоже хорошо, да, что есть эта превентивная функция, что знают, да, придет этот государственный контроль, может быть, не в этом году, но после этого года, и я должен, должен работать так, чтобы не было там нарушений. Ну, это тоже хорошо. Какие самые, вот, может быть, ну, вот вы считаете, самые резонансные дела, которые были за ваш вот срок на посту госконтролера, и, ну, вот свои достижения, может быть, как изменился госконтроль за эти годы? Ну, у меня такое, оно тоже, большое разочарование, это липо из металл, если вы помните, у нас был доклад по этой сфере, и мы подали тоже заявление полиции и прокуратуру, там велась очень большая, долгая работа, и я знаю, что полиция передала этот вопрос прокуратуре, но если мы помним, там вообще шла речь, где-то 70 миллионов, по-моему, был этот государственный гарантий, который давался, и мы знаем, что случилось после этого, что, ну, там никакого возврата государства, ну, почти там и не было, да, но прокуратура решила, что все-таки ответственности, ответственности там никого нету, поскольку там все как будто ничего плохого не думали и так далее, ну, это было такое очень большое разочарование для меня, так что, да, есть дела, которые, ну, до сих пор, ну, такие больные. Что произошло за эти 8 лет, ну, я думаю, произошло очень много, потому что, ну, у нас здесь весь был развиваться, и мы это делали, ну, мы же все знаем, что наши институции, ну, когда тоже, ну, после, после, когда остановились, да, и только, ну, начали сами такие первые шаги, ну, ну, мы учились от многих, которые в других странах, там, шведы, бритты, которые приезжали, учили и так далее. Если мы сейчас посмотрим, ну, как смотрят на государственный контроль Латвии в международном уровне, то Латвии тоже был вопрос, ну, таких уже лидеров, мнения, которые есть, и журналисты, и политики, и административные работники, и там оценка была, что, ну, работа в государственном контроле, ну, она самая профессиональная и такая независимая, которая есть. Что касается, ну, нашей, тоже такой, международной оценки, ну, я могу гордиться, что первый раз, ну, историей Латвийского аудитного учреждения, мы выбраны, не как один из 15 человек, которые, мы работаем в мировом уровне, где малая Латвия устанавливает аудитные стандарты для всего мира, ну, это очень большой такой показатель, потому что мы знаем, что, конечно, у нас трудно даже конкурировать с такими большими странами, которые гораздо, больше, и мы должны сделать всегда два и три раза больше, чтобы нас выбрали и нас увидели, но мы это сумели сделать, так что, да, ну, я считаю, что государственный контроль профессиональный, у нас работают прекрасные профессионалы, и главное, что у нас есть эта мотивация, ну, мы хотим, чтобы в нашем государстве было все лучше, и мы стараемся, ну, по силе наших полномочий, по силе наших возможностей это и сделать. Я напоминаю нашим слушателям, Элита Круменя, глава Косконтроля Латвии, еще остающаяся на этом посту на протяжении этой недели. Здравствуйте, доброе утро, телефоны 6-7-212-93-9. Пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. Госпожа Круменя, скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Почему президент делает упор именно на консультацию? А мы уже говорили, мы говорили об этом. И второй, нет, не говорили. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот все-таки госконтроль это государственная структура, государство само себя контролирует, так сказать, само себя доказывает, и ясно, что эффект здесь нету никакого. Как вы считаете, почему нет народного контроля хороших специалистов от лица общества? Ну, например, госпожа Зайцева могла бы участвовать в общественном контроле. Я думаю, эффект был гораздо больше. Как вы относитесь к этому? Спасибо. Спасибо. Я все-таки скажу, что мы говорили в самом начале, нужно было слушать. Это был как раз один из первых вопросов. Ну, я знаю, что был государственный контроль, какое-то время, я помню, это еще где-то 30-40 лет назад. Но то, что касается государственного контроля, я скажу, что мы полностью независимы от институции, которые есть в исполнительной власти. И именно потому я и говорила, что очень важна независимость государственного контроля. И, например, наша вся эта действенность никак не была связана, что у нас были какие-то, не знаю, сердечные связи с министерствами и институцией. Мы институции, которые записаны нашей конституцией, как независимая институция, и мы и так работаем. Там нет никакой, не знаю, связи, чтобы мы не смотрели на те нарушения, которые делает министерство или самоправление или какие-то учреждения. У нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. А госпожа Круны не может сказать, сколько денег возвращено государству после ее деятельности? Ну, вернее, не то, что ее, а деятельности на посту. И куда эти деньги пошли? Спасибо. Спасибо. Что касается возврата денег, которые есть, это обведение, это всегда тоже вопрос тех материалов, которые отсылаются прокуратуру и полиции. Да, были и большие такие суммы, которые, например, когда, если мы смотрим тот же вопрос о рейхе с привозкой, я думаю, мы можем вспомнить, что вопрос о возврате государства шел примерно где-то миллион евро. Но потом, когда это был касационный уже суд, там эта сумма гораздо-гораздо стала меньше. Но такой подсчет, сколько уже после нашей ревизии суды присудили возврату государства, меня нет. Но это тоже тот вопрос, который мы рассматривали в ревизии, что надо развивать и то, что правовые органы и наказывают, и делают то, чтобы были эти незаконно вытратенные деньги возвращались в государственные и бюджетные направления. А вот скажите, пожалуйста, такими, казалось бы, мелочами, но вот занимается ли госконтроль сейчас последние скандалы о том, что несмотря на то, что не работают салоны красоты, парикмахерские и там, ну вот, все-все такого рода заведения, люди обращают внимание на то, что наши политики появляются всегда с ухоженными прическами, маникюром, и это вызывает очень большое раздражение, потому что у людей вызывает, ну, как бы подозрение, что все равно они же, ну, то есть те люди, которые принимают законы, сами же нарушают свои законы и каким-то образом пользуются вот этими услугами. То есть вот это, ну, кажется, очень маленький такой какой-то момент, но он очень, мне кажется, важен, потому что он подрывает доверие общества к государству, к людям, которые стоят у власти, и это, ну, я просто приведу хрестоматийный пример во времена Второй мировой войны, когда королевская семья Великобритании объявила, что она не будет принимать ванну для того, чтобы экономить воду вместе со всеми жителями, то есть они будут нести такие же, ну, скажем, лишения, как люди, самые обычные люди, и это вызвало, наоборот, вот какое-то доверие к власти, и, ну, очень подняло престиж. Я могу ответить насчет себя сперва. У меня маникон никогда не был в тот время, когда это было запрещено. Я всегда это считала очень ответственным, что если запрещается, тогда я, как тоже представитель государственного контроля, ну, не должна это и делать. Сама как могу, так и справляюсь, да. То, что делается политик, мне это очень жалко, но они же, они должны показывать этот, ну, пример, и если они сами, например, кабинет министров так решал, тогда, конечно, министры это самые первые, которые должны соблюдать. Конечно, это неудобно, конечно, это так, но это для всех, это для общества такие же, ну, последствия, что, ну, должны, ну, как-то сделать так, чтобы твои ногти ответствовали но уже сама как-то уже с этим справиться. Вот говоря о тяжелом сейчас времени и очень многие люди испытывают лишения, потому что теряют работу, экономическая ситуация ухудшается. Вот, как вы считаете, борьба с бедностью, вот одна, тоже вот, из помощи государства бедным, насколько здесь все ли в порядке, целенаправленно ли используются средства или, ну, это чисто так декларативно и деньги куда-то уходят не по целевому назначению? Я думаю, что это очень важный вопрос, и мы как делали государственный контроль, ревизию, насчет этого очень большой и говорили то же самое. У нас, если посмотреть такие большие государственные документы, тогда почти в каждом написано, что вот борьба с бедностью это государственный приоритет, это очень важно и так далее. Но если мы посмотрели потом, что есть на самом деле, что это иногда так и остается на этих лозунгах, на самом деле вся эта система, ну, такая раздробленная, непонятно, что действительно получают, ну, какие пособия те, которые, ну, именно нуждаются. После этого и был суд, который сатверсмис суд, где тоже государственный контроль давал свои, ну, может так, показания, которые основывались на ревизии, да, и, например, то, что касалось этого пособия ГАИМИ, ну, там вообще не было понятно, ну, как он рассчитан, что он должен там обеспечить, что он не должен, так что я считаю, что в этой сфере очень-очень много работы для Министерства благосостояния и политиков, чтобы действительно это была такая система, которая, ну, компактно работает, а то-то появляется, что что-то делает сам правление, какие пособия, что-то делает государство, иногда что-то там дублируется, иногда что-то какие-то, ну, например, люди остаются вообще без никакого внимания, да, но нет такого комплексного подхода. Мы, конечно, тоже дали рекомендации, как мы видим, как это все должно делаться, но это еще рекомендации, но там есть время для внедения, но то, что очень важно, что, ну, чтобы эти декларативные лозунги, да, да, бедность, это наше, вот, что мы там боремся, ну, надо, чтобы действительно было, ну, ну, направленное и такое продуманное дело, что осуществляется. Маски, опять-таки, вот, очень много было в свое время вопросов закупки дезинфицирующих средств и масок, вот здесь были какие-то выявлены нарушения или, может быть, ну, несоответствие, то, что закупались, по-моему, говорили о том, что самого худшего качества, который не обеспечивали защиту. Ну, я немножко разделю этот вопрос, может быть, на самое начало, когда вообще пандемия началась, это было, ну, прошлый год, конечно, в то время был такой, ну, вообще такой, ну, ужас и хаос, и никто там особенно не мог понять, что случилось, чтобы закупать и так далее. Да, мы провели ревизию, конечно, мы смотрели, что это главная задача в то время было побыстрее закупить, но то, что мы столкнулись, у нас же в Латвии не было лаборатории, которые могли проверять, какие эти маски, и, конечно, этому не может сделать и аудитор государственного контроля, у нас нет таких, таких, ну, возможностей это делать, и у нас, в Латвии, даже не было таких не специалистов, которые подключились к этому вопросу, да, так что, насчет, вот, качества масок, ну, какие-то результаты пришли только до этих лабораторий, уже в конце, в конце прошлого года, где мы могли узнать, с какого качества они есть. Насчет самых закупок, то, что было, то, что было, что вот эти руководители институции, которые закупили, ну, они как-то были оставлены, что они могли предпринимать такие, ну, решения, которые, ну, не контролировались, и было очень трудно расследовать по аудиторским таким методам, ну, как вышло это решение именно на этого предпринимателя, который поставлял, потому что это все, ну, не было документировано, решение принималось заднолично, так что мы видели очень большие такие риски, что там, ну, с методами аудита не можно сказать, вот, было какое-то уже выгода или не было, потому и было там приключена полиция и прокуратура, которые по оперативным методам этот вопрос рассматривали, и я не знаю, что смотрят, или они закончили. А вот те средства, которые выделял Евросоюз на борьбу с ковидом и с его последствиями, здесь все ли было целенаправленно использовано, потому что многие предприниматели жалуются, ну, на то, что, ну, вот, они не получают достаточной все-таки помощи от государства, и, ну, вот, они вынуждены и закрывать бизнес, увольнять людей из-за этого. Ну, да, мы очень так перестроили свою работу, когда началась эта пандемия, чтобы подключиться и делать проверки именно на те средства, которые идут на борьбу с ковидом. И мы начали, ну, рассматривать очень многие такие направления, например, вот, тоже закупку масок, например, тоже надбавки, которые платились медицинским работникам, которые платились работникам внутренних сил. Эти проверки продолжаются, и мы будем смотреть такие, которые идут на разные там помощи и так далее. Но то, что я могу сказать, например, если говорим о тех надбавах, которые получали работники здравоохранения, получали работники внутренних сил, да, мы там видели, что, то, что мы главное видели, что там, ну, не было такой, ну, может быть, хорошего подхода, что иногда там случалось так, что, например, внутренних, внутренне, естественно, внутренних сил, да, там было, ну, такое, не равноправо это получение, тоже, когда смотрели насчет работников здравоохранения, но там тоже было очень много таких дел, которые должны были усовершенствоваться, чтобы это было справедливо, чтобы работники получали то, что они должны, и то, что самое главное, мы даже не ожидали с окончания наших ревизий, мы давали, ну, уже свои такие рекомендации, что должно делаться, чтобы, ну, улучшить этот вопрос, и чтобы это было понятно работникам, за что он получил эту надбавку в борьбе с COVID-19 и так далее, так что это мы делаем, и будем продолжать делать, ну, я надеюсь, что будем продолжать делать, поскольку я уже не буду работать, информировать общество и давать рекомендации уже конкретным министерствам. А вы оставляете какие-то, я не знаю, пожелания, там, ну, вот, условно говоря, конверт с каким-то письмом напутственным господину Ирклису, что нужно сделать? Ну, у него остается Совет Государственного контроля, который будет продолжать работать, и я думаю, что, ну, там, 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 объяснят, как, что работает государственный контроль, так что я думаю, что, такого особенного письма я не буду писать, так что, он уже в работе все, ну, будет узнавать. И еще вот одна тема, которой вот тоже занимался госконтроль, это пенсии по выслуге лет, и действительно очень большие объемы, которые государство должно будет выплачивать вот в ближайшие годы, там называется объем, по-моему, четыре с половиной миллиарда евро, и нет ли здесь тоже несправедливости, то, что пенсионный срок выхода на пенсию для простых людей, он увеличивается, а тем не менее, вот, расширяется количество людей, которые могли бы претендовать на пенсию по выслуге лет, и это, ну, не только дипломаты, судьи, но сейчас вот работники приграничных служб претендуют на это, и это все, конечно, такая нагрузка, и это понятно, что это льготы, которые, вот, действительно ли заслуживают люди этих льгот или нет? Ну, это должны пониматься, конечно, это льготы, они не растут деревьям, это все равно, это все отходит от нашего общего, общего кошелька, да, государственный контроль, на эту тему говорил, и мне очень жалко, что этот вопрос никак не может решиться, и там не хватает такой политической, но уже силы, потому что эта система создавала хаотично, там не было никакого такого плана, где оценилось государство, действительно, те профессии, которые должны получать вот эту пенсию, да, она как была, лобби какого-то, не знаю, министерства или политика, и давайте, или там дипломатов, или давайте, там еще кого-то, то, что там еще есть, там очень разные подходы, кто может уйти в пенсии, не знаю, там 50 лет, кто 55, кто 40, очень разные, разные тоже подходы, ну, как отчисляется эта пенсия, но вообще он такой большой, не знаю, каша, либо так, не знаю, как это назвать, это уже первый вопрос, да, вы очень правильно отметили тоже то, что если пенсионный возраст, ну, для обычных, так можно сказать, людей, он увеличивается в нашей стране, пока будет достигнут до 65 лет, да, а тот возраст, да, ну, как-то не увеличивается, хотя этот аргумент, что, как будто, ну, вот, продолжительность жизни уезжается, она же, наверное, касается всех, не только тех, которые уходят в пенсии по возрасту, да, то, что мы говорили и рекомендовали, ну, пересмотреть всю эту систему, сделать, ну, тогда понять, кому и что, потому что, конечно, те, которые хотят присоединиться к этой системе, с каждым днем становится больше и больше, это и работники, не знаю, там, Бернодаза, и другие, и другие, да, и в одной такой уже момент, ну, все там хотят быть, да, они хотят быть в обычной системе. Ну, и вот это действительно борьба с привилегиями, борьба с несправедливостью, она ведь, ну, делает, я думаю, главу госконтроля, ну, своего рода таким бэтменом, народным героем, который борется, ну, вот, с несправедливостью, со злом, с коррупцией, с воровством, и понятно, что это, наверное, какая-то такая стартовая, прекрасная была бы возможность для того, чтобы уйти в политику, как, например, до вас, вот госпожа Судорова основала свою партию. Нет ли у вас такого искушения заняться политикой, учитывая, ну, вот, опять-таки, то, что это дает, ну, как бы, статус борца? Конечно, я должна думать, что я буду делать уже, ну, после этой недели, когда я уйду. Я скажу, что я очень, ну, я честно работала, у меня нет никаких таких мистических доходов, которые иногда находят, у других, где там, не знаю, пенсионер, мама подарила или тетя прислала, откуда, таких у меня нет, я буду искать работу. Но где и как и что, я действительно на этот вопрос не могу сейчас ответить. Я не посылала СВИ, я не дружила, там, какими-то институциями. Я буду думать, я буду смотреть и это решение принимать. Спасибо большое, Элита Круминя, глава госконтроля, с нами была сейчас на прямой связи. Спасибо вам, удачного дня и удачи во всех ваших начинаниях и делах. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. А мы продолжим нашу программу буквально через несколько минут. Новости. Утро на Болткоме